Осенние месяцы традиционно являются пограничными для определения ценового тренда в разных категориях товаров. То, что еще совсем недавно стоило на порядок дешевле, начинает заметно дорожать, а что-то наоборот подвергается осеннему ценопаду. В Тверской области в сентябре рост инфляции на потребительском рынке товаров и услуг составил всего 0,1%. При этом второй месяц подряд идет сезонное снижение на овощи и фрукты. Снижение цен на картофель 30%, репчатый лук, свекла, морковь на 28%, капуста подешевела на 26%, яблоки на 8%, груши на 18%, виноград на 10%. По словам Виктора Кулакова, эти овощи и фрукты в ближайшее время точно не подорожают и по меньшей мере до ноября так и останутся в такой ценовой категории. Чего нельзя сказать о других огородных культурах. Огурцы после того, как завершился их сезон, подорожали на 30%, а томаты на 15%. Не останавливается в цене еще ряд продуктов питания. В сентябре отмечался рост цен на колбасные изделия 1,8%, яйца 5,7%, сычужные сыры подорожали на 5,1%, рыба мороженая разделанная и неразделанная. В сентябре отмечался рост цен от 2,7% до 3,5%, сливочное масло подорожало на 5,5%, питьевое молоко, сметана, творог, рост цен от 1,7% до 3,3%, рис подорожал на 3,7%. Не блещет дешевизной и ряд непродовольственных товаров. Так, в преддверии зимы увеличилась цена на меховые изделия, куртки, джемпера и обувь. Вверх стремится и стоимость бензина. За сентябрь она изменилась на 2%. Но больше всего средств из кошельков граждан все-таки, как и прежде, съедают различного рода услуги. В сентябре выросла плата за проживание в студенческом общежитии почти на 14%, повысилась стоимость обучения на курсах иностранных языков 1,3% и снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования на 6% и стали дешевле санаторно-здоровительные услуги на 9%. В целом же, как отметил Виктор Кулаков, с начала года уровень инфляции в Тверской области составил 5,4%. Цифра эта, по словам специалиста, небольшая. Ситуацию на рынке можно характеризовать как вполне спокойную. По экономическим прогнозам, не стоит ждать ценового цунами. Но и на полный штиль, надеяться, не стоит. Спрогнозировать, что будет в ближайшее время, очень трудно. Например, в прошлом году, в сентябре, рост цен был 0,5% в среднем. В этом году 0,1%. Поэтому сказать, как себя поведут цены, очень сложно. А исходя из того, что урожай текущего года достаточно неплохой, поэтому такого всплеска цен на большую часть продовольственных товаров мы не ожидаем.